всем всем привет сегодня я буду готовить сок из тыквы с апельсином приготовила вот три тыквы у меня лежат три тыквы значит одну тыкву уже разрезала с таким надрывовый очень тяжело и и было чистить и резать освободила семечки пригодятся все остальное сбрасываю сюда буду варить собаки ну вот буду чистить тыкву принесла прошлогоднюю тыкву одну вот уже год пролежала я ее разрезала во-первых чистится просто из изумительно можно сказать чистится когда разрезала понюхала и и такой запах обалденный вот прям чувствую этот запах надо же как хорошо хранится эта тыква еще попробовать на вкус наверно сладкая сок будет отменный вот так я покрыла водой тыкву и вскипятила кипяток и залила ее сейчас буду ставить на огонь будущий наш сок закипел и я вот приготовила здесь килограмм апельсинов сейчас я все это ведь сети апельсины я их помыла обтерла и буду класть прямо целыми в наш этот сок будущий и поставлю теперь и все закипит и буду убавлять и варить 25-30 минут на медленном медленном огне ну что значит мы сделали вчера я залила нашу тыкву водой кипятком поставила ее на плиту сначала на мне закипела при кипела совсем чуть-чуть и я убавила ее на медленные на медленный огонь она у меня простояла когда 20 минут я посмотрела и добавила туда апельсины я же вчера это говорила наверное что я апельсины добавила апельсины добавила и еще я продержала на медленном огне еще 40 минут и того около часа вот утром сегодня у меня это все остыло и я начала дальше продолжать вот это все что в этой кастрюле я процедила через сито и мякоть через сито процедила вот здесь вот у меня густое а вот это вот все я буду погружным блендером сначала мне нужно апельсины промолоть и потом это все равно я все процежу через сито чтобы у меня никаких крупинок в соке не попадалось но сейчас я это все сделаю процежу и дальше покажу что я делаю вот такое пюре у меня получилось я взбивала блендером ну скажу там еще кожурки попадаются от апельсина сейчас я это все буду процеживать через сито а то что останется еще буду взбивать все протерла слила в одну кастрюлю и пюре и более водянистая водянистый сок вот столько себе отложила отсюда крышки хочу сварить кашу тыкву с пшеном а это сейчас поставлю на плиту сама пока банками займусь конечно же когда закипит я добавлю сахар и так полагаю что по вкусу буду сахар добавлять но грамм 700 а может и килограмм добавлю жидкость пробовала она такая нейтральная но не кислая никакая добавлю сахар по вкусу посмотрю а уже в банку я буду добавлять таблетку аспирина и лимонную кислоту сок вот начал закипать уже закипает сейчас я вот на этот объем все-таки высыплю один килограмм сахара ну когда будут сыпать в процессе буду пробовать сахара я высыпала один килограмм попробовала вкус обалденный прям прям вкусно и не приторно сладко просто вкусно и когда я клала апельсины я показывала что они были со шкуркой и вот это тоже придает такую пикантность соку необычность но когда я следующий раз буду делать сок я буду использовать морковь апельсины и лимон с добавлением ну и тыква конечно но сейчас вот такой вот рецепт у нас апельсин и тыква ну будем ждать полного закипания банки уже горячие и разливать по банкам сейчас будем разливать сок достаю горяченькую баночку из духовочки сок я перелила в свою любимую кастрюльку с носиками чтобы мне удобно было наливать не поварешкой и потихонечку тоненькой струечкой я все-таки опасаюсь сразу я наливаю баночку тебе банка до скольки разогрета сто десять или сто двадцать градусов а цук не может быть все равно я что я очкую славик я вот столичка кладу лимонной кислоты сок и обязательно я кладу вот на эту баночку литр 450 я положу полторы таблеточки аспирина теперь я беру крышечку и закручиваю крышку я кипятила воде что не приготовилась вроде хорошо закрыла посмотрим перевернет нормально уплотнение там хорошее хочу будет остынет маленько тебя тянет можно положить сразу таблетки лимонную кислоту как вам понравится какой цвет а просто обалденный я раньше не любила тыквенный сок вот уже две зимы готовлю его и побольше апельсинов сразу добавил выпиваем на ура видно сок я закрыла получилось вот у меня 6 баночек почти что полтора литров оставила себе на пробу литра полтора если вам понравился сок по моему рецепту то готовьте вместе со мной всем пока